Настоящий праздник урожая развернулся во Владивостоке. Овощи, фрукты и цветы – именно этим хвастались садоводы и огородники. Лучшие из них получили дипломы и ценные подарки. По итогам конкурса лучшими садоводческими товариществами были признаны «Дружба-1», «Голубая Нива» и «Дальневосточный садовод». Победу в номинации «Лучший овощевод» одержала Надежда Цовбун. Лучшим плодоводом признан Анатолий Залётов. Наград в номинации «Лучший цветовод» удостоены Елена Лебединец, Татьяна Чистякова и Нина Смирнова. Кусторез получает главный приз. Тример Кусторез. Как вас зовут? Вера Ивановна. Вера Ивановна, вы довольны? Очень. Счастливы? Наверное, да. Ну так, к новым подвигам. Аплодисменты. День садовода и огородника собрал во Владивостоке около полусотни владельцев приусадебных участков. Во второй половине лета дачники мерили своим урожаем, а комиссии конкурса предстоял нелегкий выбор – определить лучших. Победители наградили за их ежегодные старания. Лучшие получили медали, дипломы и сертификаты на покупку садовой техники и инвентаря. Праздник также показал богатство и разнообразие дачной продукции. Сегодня я представила 20 сортов различной продукции. И всю раздала людям. Всем людям раздала. Поэтому мои столы пустые. Сладкий аромат персиков и нектаринов доносился со стола победителя номинации «Лучший садовый участок» Алексея Герасименко. Мужчина доказал, что такие прихотливые фрукты также могут расти в наших условиях. Главное – правильно за ними ухаживать. А еще садовод привез со своей дачи самые сладкие яблоки и сливы, которыми угощал всех гостей. Ну, такое мероприятие для нашего города очень хорошо, потому что у нас очень много садоводов. Общаемся мы крайне редко где, вот только вот на таких вот выставках и общаемся. Узнаем друг у друга, кто что вырастил, какие новинки появились, кто цветами обменялся, кто-то плодами, кто-то помидорами. Так что я считаю, что это мероприятие очень хорошее и удачное. Садоводы и огородники не только выращивают вкусные овощи и фрукты, но и стараются красиво оформить свою территорию. Так и здесь многие творчески подошли к ярмарке. Тут и еж, который готов угостить фруктами, и симпатичные гусеницы, которые вряд ли подпортят урожай. А завершился яркий и вкусный праздник концертом творческих коллективов Владивостока. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.